Ладно. Четвертый, Дмитрий Ковалев, представитель революционной рабочей партии, студент из ПБГУ. Он где-то здесь был, вот он. Да, здравствуйте. Я студент из ПБГУ, и вот хочу рассказать историю, которая на первом курсе со мной случилась. Связана очень, в общем-то, с этой проблемой. Были некоторые, так сказать, личные вопросы, которые нужно было решить в ректорате. Значит, как я попадаю в ректорат? Чтобы попасть в наш ректорат, нужно пройти через здание 12 коллегий, ты через него идешь, это абсолютно, по-моему, уже полуразрушенное здание, абсолютно ветхое, где-то там шпатлевка отваливается. Ты идешь через него, понимаешь, что это Санкт-Петербургский государственный институт, выходишь во двор и попадаешь в так называемый ректорский флигель. Ректорский флигель – это такой дворец с кожаными диванами, с золотыми дверями, с какими-то статуями. И, в общем-то, все вот это отражает, мне кажется, символически все наше образование. То есть у нас оптимизируют, 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 и, соответственно, слой золота на ректорских флигелях и ректорском имуществе все увеличивается. При этом профессоров сокращают, у профессоров нищенские зарплаты и прочее. И все это решается только одним, то, что ректоры, чиновники, все, которые стоят в университете, должны быть избраны нами, студентами и преподавателями, и никем иным. И мы их должны постоянно иметь право снять, назначать им зарплаты и прочее, чтобы этого не было. И это самоуправление решит большинство проблем современного образования. И по факту, все, что творится в образовании, вот эта вся оптимизация, это касается вообще нашей жизни, так сказать, во всей стране. Нас постоянно оптимизируют. Оптимизируют нашу медицину, оптимизируют наши зарплаты, оптимизируют нашу жизнь. Скажем, нет оптимизации вообще нигде. Нет оптимизации! Нет оптимизации! Нет оптимизации! Оптимизируем оптимизаторов! Позор оптимизаторам!